Всем привет! С вами Дрёмов Николай, и вы на канале «Поступление и наказание», где мы разбираем все задания ЕГЭ по обществознанию за 2021 год. И начнем мы с обзора тестовой части экзамена. Сначала немного статистики. Обществознание – не только самый популярный гуманитарный предмет, но и самый популярный экзамен по выбору в принципе. Из почти 800 тысяч человек, сдававших ЕГЭ в 2020 году, 375 тысяч выпускников выбрали обществознание. При этом 100 баллов получили всего 437 человек, что составляет 0,14% от общего числа сдающих. Если мы посмотрим на график с результатами, мы увидим распределение, близкое к нормальному, что говорит о достаточно хорошем балансе заданий и разумности критериев оценивания. Как преподаватель скажу, что готовить учеников к ЕГЭ по обществознанию легче, чем ко многим другим предметам. Однако нас не интересует абстрактная статистика. Из нее нам, как обычно, нужна самая суть, а именно 9,7% высокобальников, то есть тех, кто заработал более чем 81 балл. А это больше, чем 36 тысяч человек. Достаточно, чтобы занять все бюджетные места в главных вузах страны. Поэтому давайте разберемся, что мы можем сделать, чтобы оказаться в топ-1% выпускников и гарантированно поступить. Прежде всего, необходимо правильно организовать свою подготовку. А значит, нужно внимательно прочитать документы, которые прилагаются к экзамену. Нас интересуют спецификация и кодификатор. Будем их называть именно так для краткости. Сначала смотрим кодификатор. Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по обществознанию. Страницы со 2 по 5 полностью заняты перечнем тем, которые вам нужно знать. Поэтому в первую очередь распечатайте этот документ и ознакомьтесь с ним. Очевидно, часть из данных тем будут вам знакомы и не покажутся особо сложными. Однако не торопитесь. Именно на этом этапе вас ждет первая ловушка. Объем материала невероятно большой. Если вы возьметесь за подготовку слишком поздно, вы банально не успеете изучить все, что необходимо. А для успеха на экзамене нужно не просто знать содержание тематических разделов, но и выполнять конкретные задания, такие как составление плана развернутого ответа или раскрытие теоретических положений на примерах. Казалось бы, это очевидная вещь, какая тут ловушка. Но, собственно, смысл ловушки в том, что она не должна быть заметной. Внимание вот сюда. Кодификатор составлен на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего полного общего образования по обществознанию. Базовый и профильный уровень. Для обычного ученика это просто набор слов. Но это невероятно важный компонент вашего успеха на экзамене. Смотрим этот документ. Там почти 100 страниц и, очевидно, все сразу они нам не понадобятся. На 49 странице нас ждет стандарт основного общего образования по обществознанию. Смотрим на образовательный минимум содержания основных образовательных программ. То, что выделено большими буквами, не вошло в экзамен. В кодификаторе сказано «выделено курсивом», но это уже прихоть оформителя. Чтобы не мужик нас дальше, я собрал всю необходимую информацию в удобную таблицу. Слева то, что вошло в экзамен, а справа что нет. Звездочка во второй колонке стоит не просто так. На самом деле понимание теоретического материала из таких тем, как социализация индивида или альтернативная стоимость, жизненно необходимы для успешного выполнения заданий второй части. Поэтому ловушка заключается в том, чтобы понять, что нужно готовить для успешного выполнения тестовой части экзамена, а что изучить в целом ради понимания сути вопроса. С теорией разобрались. Теперь рассмотрим структуру экзамена и для этого обратимся к спецификации. Перед вами тестовая часть. Ее можно поделить на пять тематических блоков. Человек и общество, экономика, социальные отношения, политика и право. В оставшихся заданиях вам могут встретиться задачи по любому из этих блоков. Однако нам нужно не просто знать, о чем будет вопрос. Важно понимать, как он сформулирован. И начнем с универсальных задач. Они единственные в своем роде и встречаются в тесте только один раз. Задача 1. Первый из уникальных заданий. Анализ схемы таблиц. Вам необходимо вставить пропущенное слово. Для этого решения нужно выучить термины, которые я, кстати, собрал в удобном формате Quizlet по ссылке в описании. Задание 2. Выбор обобщающего понятия. Снова работа с терминами. Определите, какой из них включает в себя все остальные. И тут тоже не особо много креатива. Если знаете термины, решите задачу без труда. Если не знаете, дождитесь видео с разбором этой задачи. Задание 3. Соотнесение видовых и родовых понятий. Необходимо исключить два термина, которые являются лишними в списке. Условия, по которым вы исключаете термины, вы найдете в задаче. Задание 20. Определение терминов и понятий. Вам дан небольшой текст, где пропущены слова и перечень терминов, которыми нужно заполнить пропуски. Второй блок. Выбор позиций списка. Это подавляющее большинство заданий. Его мы разделим на две части. Большая часть состоит из шести заданий и просит вас выбрать верные суждения о каком-либо термине или понятии. А оставшиеся четыре задания. Решение мини-кейса. Вам дано некое условие и вы выбираете суждения, которые отвечают ему. Задания в разных блоках отличаются друг от друга тематикой, но принцип их решения остается тем же. Третий блок. Установление соответствий. В левом столбце вам даны примеры, а в правом их характеристики. Это мой любимый тип задач, потому что решая их, всегда можно детально повторить теорию. Давайте сделаем вывод. Общий дизайн теста достаточно простой, однако объем материала просто колоссальный, а количество людей, которые получают высокий балл за гранью разумного. Поэтому, если общество знания это приоритетный для вас экзамен, подготовку к нему нельзя оставить на потом или надеяться на здравый смысл, общую эрудицию или везение. Экзамен строится вокруг четкого знания конкретных терминов и законов экономики, правовых норм и иных аспектов гуманитарных наук. Мы же с вами разберем основные типы заданий и принципы их решения в последующих видео. Ну а на сегодня на этом все. С вами был Дремов Николай. Берегите себя и свои баллы. Продолжение следует...